Здравствуйте! Меня зовут Бердина Елена Александровна. Я воспитатель и педагог дополнительного образования школы 14-20. В корпусе 10 я веду кружок под названием Пифагори. Целью этого кружка является создание условий для познавательного развития детей дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического содержания, которые помогают ребенку в подготовке к успешному обучению в школе. Задачи, которые я ставлю перед собой, это формирование элементарных математических представлений, предпосылок математического мышления, сенсорных процессов и способностей, а также расширение и обогащение словаря и развитие связанной речи, ну и, конечно, формирование начальных форм учебной деятельности, отработка арифметических и геометрических навыков. Все наши занятия начинаются со звонка. На занятиях ребята знакомятся с числом и цифрой. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 12, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 16, 17, and 18. Работают навыки сложения и вычитания в пределах 10. Учатся записывать цифры в клетках, составлять целые выражения Осуществлять объединение различных групп предметов единое множество Выполняют сравнение фигур по величине, длине, высоте, ширине и форме Ребята учатся определять расположение объектов на плоскости и в пространстве Это низ, верх, лево, вправо, делить предметы на несколько равных частей На занятиях дошкольники учатся составлять, решать и записывать математические задачи на сложение и вычитание Учатся работать с монетами Знают времена года, названия месяцев и их последовательность Имеют элементарные знания о часах, сутках, неделях Не забывают ребята и отдохнуть на переменках Результативность программы «Пифагорик» заключается в том, что обучение математики проводится в непрерывном контексте с игровой деятельностью Ведь именно игра делает процесс познания интересным и занимательным, а значит и успешным В конце учебного года ребята становятся более уверенными в себе, усидчивыми, внимательными, дисциплинированными Имеют навыки общения со взрослыми Заканчиваются наши занятия со звонком После которого ребята убирают свое рабочее место и даже держат признательность педагогу Эта признательность и благодарность в практике является высокой оценкой любого педагога